Бывают дни, когда я просто лежу, почти не встаю, и вообще мне постоянно говорят, ты сильная, ты все можешь, а я воспринимаю это так, как будто сильных поддерживать не надо. Сильные они же, сильные, они сами со всем справятся. Поддержка это только для тех, которые слабые, но не для тебя, Аня. Ты же терминатор. Кроме коронавируса, сейчас практически ничего не лечат толком, не обследуют, я очень устала. Раз в неделю тайком езжу к своему массажисту, это помогает. Пылесосит робот-пылесос, потому что я не могу мытье Аполло и смену постельного белья на друзьях, потому что я не могу делать простые бытовые дела, не получив адскую боль на пару суток. My rights, my lefts... My right, my left My right, my left My right and my left My right and my 12 right I'm my right Концепт, ассистанс, Кира Шмырева. Мьюзик, роман, Малявкин. Фрики, обчек, Дэвид Конколь. Между мной и миром стена. В стену замурована левая рука. Стена невидима. Стена всегда со мной. Дистанция по вытянутой руке. Стена прочна. По ту сторону стены расстреливают без предупреждения. Словами, комментариями, насмешками, сплетнями, тем, что крестятся при виде меня. Стена защищает. Скажи спасибо, что мы не отдали тебя в интернат. Скажи спасибо, что вместо машины мы тебе купили протезы. Скажи спасибо. Скажи спасибо. Скажи спасибо. Скажи спасибо. Спасибо. Сейчас я начну инвентаризацию моих левых рук. 12 левых рук. 12 врожденных ампутаций. Спасибо. Сейчас я начну инвентаризацию моих левых рук. 12 левых рук. 12 врожденных ампутаций. 1. Коричнево-черный перчаток. Косметический протез Ленинградский институт. 2. Французский косметический протез от Пеле. Одна рука длиннее другой. Протез сделан на вырост. 3. Снова Ленинградский институт протезирования. Коричнево-черная перчатка. 4. Снова Пеле. Французский косметический протез. Руки-жоби как неживые. 5. Это у нас тоже французский косметический протез от Пеле. 6. Ленинградский институт протезирования. Пальцы немного склеены. А где еще? 6. 6. Протез не вернет утраченные функции. А если они не были утрачены? Если ампутация не в течение жизни произошла? А что если от рождения? И это данность вообще? Кто дал им право говорить об утраченных функциях? Это напоминает времена Гитлера. Помнишь фильм «Обыкновенный фашизм»? Недостаток равно унижение или уничтожение. Это та или не та форма черепа, носа, цветы кожи. И вот сейчас 2.48 ночи. А я не сплю и плачу, потому что страшно. И ощущение одиночества и брошенности, боли, от которой хочется замереть и существовать вне времени и вне пространства. Надо себя исправлять каждую секунду пребывания здесь. Каждую секунду что-то не так со мной. В детстве мама говорила, что руки у меня нет, потому что однажды я выходила из автобуса, подскользнулась, упала и рука отвалилась. Но мама не растерялась. Она завернула ее в наволочку и выбросила. Причем сокращение единиц общественного транспорта. Отец же говорил, что меня пометил Бог. Отец же говорил, что меня пометил Бог. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас чувствую себя холодильником, который разморозили. Я переживала эмоции молча и никогда ни с кем не делилась. Я не думала, что это имеет значение. Я жила в режиме самоизоляции. То, что происходит сейчас в мире, происходило у меня внутри. Самоизоляция. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я молчала, не возражала против протеза. Я не показывала никаких эмоций. Забивалась в угол и постоянно делала уроки. Левая рука была моим самым близким другом. Другом, который всегда был рядом и который умрет со мной в один день. Вместе мы как-то справлялись. А потом, когда я стала взрослее, придала руку. И моим лучшим другом на долгие годы стал алкоголь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Я Аня. Квир, Крип и зависимая от алкоголя. Я вчера поняла одну важную вещь. Я человек. Мне свойственно ошибаться, пробовать и искать. Это опыт для меня. Хожу на Back to Basics сейчас. Там все вместе. Алкоголики, наркоманы. Конечно, созависимые. Они учатся существовать вместе. Да, впрочем, почему они, мы, эта группа, мы. Мы учимся принимать друг друга разными. Многообразие такого опыта поможет мне. Прежде всего, учиться не судить о людях, исходя из того, какой категории они принадлежат. Я учусь видеть в людях людей, а не категории. Анна из Спеши. Из протеза я научилась чистить картошку в классе во втором. Дала картошку, ночь для чистки овощей. Картошку на колено, рядом мусорное ведро и вперед. С морковью... Госпожа морковь. Ну, по сути, технология та же. Просто здесь нужно... Картошка круглая, да, ее можно прокрутить. А здесь нужно просто фиксировать и немножко вдавливать, так, чтобы морковь не шаталась, ну, и не выпала. То есть она более статична. Ну, картошку же надо крутить, она просто стоит. И потом просто отдельно там, типа, ты очищаешь фрикушку, а низ отрезаешь. И, в общем-то, все. Анна из Суперпи. Что я умею, и умею, несмотря на дно. Подчеркивают прилежащие сказания, придерживая локтем левые руки, левые, левые фротезы. Подчеркивают, нужно ровно, левые петли, чтобы левые не свежали. Особенно несказуемые. Двух черточков, которые должны быть строго параллельны друг другу и красивы. Это было больно. Фротез добил во время свидания. Научилась кататься на двухколесном велосипеде сама. В детстве это очень радовало, и спина не болела. Сейчас это доставляет дискомфорт. А велосипеды пришлось забыть. Надеюсь, вернемся к этому. По-хорошему нужно найти ребят, которые занимаются сваркой, заказать рук в индивидуальной конструкции. Я любила играть в баскетбол. Сейчас это за грани возможностей. Каждое движение в низке правой рукой на вес золота. Правая вынуждена работать больше, левая не совсем справляется. Правая болит и перегрузит. Баскетбола не будет. В детстве я даже как-то умудрялась отжиматься от пола, до сих пор не понимаю как. Еще я выходила к доске в протезе. Левой рукой держала учебник на согнутом ногте. Это было больно. Итак, добро пожаловать на остров. Она из Сювайва. Я сейчас вам зачитаю правила конституции жизни на острове. Итак. Ку-ку. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но дальше так было невыносимо. Я нырнула. Моё тело стало аморфным. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Меня зовут Таня. У меня нет половины лев руки. Ну, просто я такой взялась, как бывает. Но когда в незнакомой компании я хочу пококетничать, я говорю... Я говорю, что руку не откусила лакома. Когда я была ребёнком, мне было больно видеть, как другие люди испытывают по отношению ко мне чувство отвращения. Хотя я его не заслужила. Но когда вокруг его концентрация нарастает, наступает интоксикация. Внутри появляется чувство вины. Хочется быть удобной, компенсироваться сверхдостижениями, быть хорошей. Я думаю, что я в ней не хочу. Продолжение следует... На этой фотографии я во дворце творчества юных. Как инвалид я пришла на мероприятие, на котором здоровые дети выступали перед нами. Я сидела и думала. Сцена мне не грозит. Не люблю говорить о себе и писать, тем более. Чем больше тошнит это делать, тем глубже зарыта и подавлена потребность это делать. Потребность во внимании. Если печатать, то чувства внутри в безопасности никто не заметит и не обидит. Они распиханы внутри в маленьких пакетиках в угромных местах. Сцена и театр — это то место, где можно говорить о чувствах. Театр для меня — это такой секретный канал коммуникации, чтобы говорить о себе и о своей жизни. После всех этих инклюзивных проектов у меня было напряжение. После пластического театра, который позиционируется как терапевтический, я была все зажата. Я срывалась на алкоголь, но держалась. Пытаясь довести дело до конца и посмотреть, что же будет. Аня! Аня! Аня, у тебя грязные сосуды. Тебе их надо почистить. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что такое любовь? Один раз летом я была на лесбийской вечеринке. Клубы, наверное, это не мое. Люди приходят тусовкой на тусовке. Просто подойти познакомиться нельзя. Я была просто одета без уклада, без макияжа. Обычная повседневная одежда. Я просто пришла. Нужно вести себя определенным образом, чтобы быть в тусовке. Даже там есть стандарты. Это статусная вещь быть квир. Стыд и послание не живи из космоса в космосе. Старая тема. Я хочу базовой безопасности. Старая тема. I just imagine queer Europe. Right? Right. Yeah. You are not enough. You are not enough as a woman. You are not enough as a lesbian. You are not enough as a queer. You are not enough as a creep. You are not enough special. You are not enough as a super creep. You are not enough as a survivor. You are not enough politically active. You are not enough to tell your story. You are not enough. You are not enough. You are not enough. Are you really queer? Wear your rainbow editor's socks. Are you really creep? Wear your pants about your disability. How do you support your community? Describe me your disability. For how many non-profit queer organizations do you subscribe to on Instagram or Facebook? Do you feel you are responsible for what happens in Russia in total institutions? Do you know about Clinical Frailty Scala? What is your level of frailty? How do you support your community during this corona time? How does your community support you? Silence, silence doesn't protect you. Enough is not enough and enough. Enough is not enough and enough. What are your plans? Where is your international support in community? It is really very important. Your self-identification. Knowledge is okay. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...